Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Правонарфорта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят, женщины запомнятают. Россия имитирует укрепление оппозиции в Беларуси, чтобы отвлекать внимание украинской армии. Об этом в интервью New York Times заявил начальник главного управления разведки Кирилл Буданов. По оценкам военной разведки Украины, угроза вторжения со стороны Беларуси остается низкой. Но полностью исключать ее нельзя, акцентировал Буданов. И добавил, что на данный момент войска Российской Федерации не создают ударных группировок для ведения наступательных действий. А развернутые на белорусской территории полевые учебные лагеря россиян заполнены новомобилизованными гражданскими, которых после подготовки перебрасывают воевать на восток Украины. А в британской разведке в свою очередь заявляют, что Россия не наступает, несмотря на наличие живой силы из-за нехватки техники. В Лондоне отмечают, что с октября российская армия увеличила свои силы в Украине за счет десятков тысяч резервистов. Но артиллерийских боеприпасов и крылатых ракет в Федерации не хватает для широкомасштабных наступательных операций. При этом Институт изучения войны также наводит в своем отчете информацию о том, что повторное наступление россиян с белорусской территории маловероятно, но возможно. И оно как раз... Они это объясняют тем, что Россия продолжает наращивать войска в Белоруссии. И это не похоже на то, что это часть учений и тренировок, а похоже на подготовку к новому наступлению. Но при этом это может быть также некой тактикой и частью информационного давления на Киев и на Украину, на западных партнеров, чтобы создавать видимость движения, накопления техники и персонала, но при этом не иметь реальных планов для наступления с Белоруссией. Да, и судя по всему, вот эти приезды Путина в Белоруссию, сегодня визит самопровозглашенного президента Белоруссии Лукашенко в Россию, это тоже может быть такой частью вот этой специальной информационной операции, потому что отвлекать такое количество вооруженных сил Украины от Южного фронта, от Восточного фронта, у нас же граница с Белоруссией не 10 километров и не 20, а сотни километров, но при этом сами же представители вооруженных сил Украины говорят о том, что, ну, во-первых, граница Украины с Белоруссией укреплена, говорят о том, что и заминирована значительная часть территории, и подходные пути либо срыты, либо разобраны до основания для того, чтобы в случае чего российским оккупационным войскам не получилось осуществить то, что они себе надумали. Российские военные специально наносят себе увечья, чтобы избежать из фронта. Много ли таких случаев фиксирует Главное управление разведки Украины с помощью перехваченных разговоров? Как часто военные Российские Федерации вообще сдаются в украинский плен? Об этом мы поговорим дальше. С нами на связи Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Андрей, здравствуйте. Вижу, вы в полях где-то, да? Да, в дороге. Приветствую вас. Здравствуйте. Скажите, ну вот недавно был перехвачен разговор российского военного с женой, где он убеждает, что попытался совершить неудачную попытку сломать себе руку топором, чтобы его не отправляли на фронт. Как часто Главное управление разведки перехвачивает вот такую информацию? И много ли таких звонков? Да, перехватов достаточно много, и меньше их не становится, в том числе и по открытой связи. И большой процент перехватов, которые мы фиксируем, особенно от частично мобилизированных, так называемых, это информация или о желании покинуть фронт, о готовности или организованными группами, или самостоятельно принимать какие-то решения. И в том числе речь идет и о самострелах, и даже о коррупции, для того чтобы избежать, в общем-то, попадания в эту мясорубку, куда Путин их кидает. И да, это по перехватам, ну скажем так, каждый четвертый частично мобилизированный или думает, или собирается, или уже делает такие попытки. В больницах, в госпиталях, либо в помещениях, которые используются под эти медицинские нужды оккупантами, отдельная группа и отдельная категория это, собственно, самострелы. Также мы знаем, что когда говорим о российской армии, это в том числе загорадотряды, это в том числе подвалы, и подвалы уже не только, мы знаем, что эти подвалы используются часто для незаконного задержания украинских граждан, но огромное количество людей на российских подвалах это, собственно, российские военнослужащие. Которые, не понимая, зачем их Путин отправляет, куда отправляет, они собираются без обучения, без омбудирования, без амуниции и оружия ну, в общем-то, исполнять роль пушечного мяса. И эти люди сидят, то есть русские сидят на российских подвалах. Ну вот так Путин, Вагнер, Пригожин и, в общем-то, вся российская система относится к своим же гражданам, своим же людям, к рабам. В общем-то, у нас есть кусочек этого перехваченного разговора, да, мы уже смонтировали. Давайте послушаем, как это все, как объясняют это все российские солдаты. Ну, серьезно, у меня голова болит, даже не представляю, что это, блядь. Я не знаю, уже что это делать. Я сегодня, блядь, руку ломал ночью, блядь. Обводился, потому что я княла. Нет, я ломал руку, чтобы, блядь, я думал, нахуй, может, мне, блядь, это хоть вывезут, блядь. Но я, блядь, два раза, блядь, этим обухом топора по ней ебнул, блядь. Я сейчас, нахуй, нет, не мог ничего, блядь, делать, да. Потом утром, блядь, как сработает. Ну, перелом они, блядь, это просто сильно ушит, нахуй. Я уже не знаю, что делать. Слушайте, ну, если бы не было текстового сопровождения, то показалось бы, что этот солдат с матерью-марзянкой общается. Мы уже не первый месяц удивляемся тому стилю общения, который украинское общество наблюдает вот в этих перехватах, да, и особенно разговором с матерями, там, где мат на мате, да, и мать отвечает тоже матом. А скажи, а вам вообще приходилось слышать в этих перехватах хотя бы один разговор, который бы не сопровождался обсценной лексикой? Ну, культура общения, да, это отдельная история. Удивляет, безусловно, не только нас. То есть понятно, что мы все не без греха, и кто-то может ненормативную лексику использовать, особенно в стрессовых ситуациях. Но там используется не ненормативная лексика, там другие слова иногда присутствуют, можем так говорить. И действительно, особенно реже вслух, это общение сына с матерью, в общем-то, с женой, ну, и с сестрой, допустим, и так далее. И, ну, как исключение есть и те, которые там без лицензурщины, но их крайне мало. То есть это то, что, ну, как отдельное исключение составляет. В основном, это очень такая низкопробная брань, которая, ну, собственно, характеризует и морально-психологическое состояние, и культурный уровень оккупантов. Ну, и, в общем-то, то состояние, до чего довел российское общество, режим Путина за все эти годы. Наверное, когда-то был культурный народ, ну, так говорят, там, Достоевского читали. Сегодня по перехватам вообще этого не чувствуется. Андрей, вот вы говорили о том, что вот сами российские солдаты попадают в российские подвалы за то, что не хотят воевать. А как много этих российских солдат попадают в украинский плен? Как много добегают, там, не знаю, через линию фронта или сами просятся, или сдаются, или их захвачивают? Вот есть какая-то некая статистика? Это десятки, сотни, тысяч. Государственный проект «Хочу жить» продолжает работу, активно обращаются, это, там, 100 плюс обращений в день по горячей линии и по телеграм-каналам, плюс сайты, все остальные ресурсы. И есть, ну, скажем, сотни проектов, которые в разработке, потому что это очень часто небыстрый, сложный процесс подготовки перехода с точки зрения безопасности и самого желающего сдаться в плен и с точки зрения обеспечения безопасности группы, которая, в общем, это все реализует. Мы не комментируем количество, но это цифра, которая меньше не становится. В основном речь идет о частично мобилизированных. Есть как рядовой состав, так и офицеры, много мобилизированных из территории Ордло. Ну и, собственно, из глубинки России также хватает. Вот также в одном из перехватов один из российских солдат говорит о том, что российская артиллерия накрывает своих же и по вот этой вот случайности гибнут десятки людей. Что вам известно об этом? Да, существуют факты так называемого дружественного огня. На самом деле техническое обеспечение и в том числе средства современной разведки у оккупантов, в общем-то, на часто, на недостаточном уровне. Если мы говорим о новых частях, это части, которые не прошли, и слаживание необходимое. Поэтому, ну, таких эксцессов в оккупационной армии достаточно большое количество. И причин тому также много. Ну, условно говоря, если Вагнер – это армия в армии, то с кадровыми военными у них сложная ситуация, часто нестыковки. Я не думаю, что мы будем жалеть по этому поводу. В общем-то, ну, дружественный огонь так дружественный, пусть друг друга уничтожает. В общем-то, самый главный человек, который сегодня уничтожает русских, это сам Путин, который отправляет их тысячами на убой на Украину, в Украину как оккупантов, и, собственно, сотни тысяч заставляет уезжать из страны. Ну, а то, что дружественный огонь, да, есть, но по сравнению с тем, что сделал Путин и продолжает делать, это далеко не главный фактор. Но главный фактор все-таки – это украинские силы обороны, которые заставляют врага нести огромные потери и освобождают свою территорию. На самом деле, первая волна частично мобилизированных была, ну, вообще брошена на убой. Сегодня все-таки у них есть время по запасу. Их немножко лучше обучают и даже лучше оснащают. Но, тем не менее, потери под тем же басмутом огромны. И россияне должны понимать, что если они отправили своего сына, брата, мужа на украинский фронт в роли оккупанта, то, скорее всего, если он не сдастся в плен и не воспользуется Женевскими конвенциями для того, чтобы защитить свои права, назад вернется в лучшем случае калека инвалидом, ну, или, скорее всего, в пакете в виде груза 200. Андрей, вы можете объяснить, почему российская армия часто не признает своих солдат в плену? Родственникам говорят, что либо пропал без вести, либо погиб. Уже сдавайте анализы ДНК, будем проверять тела. Почему не признают, что в плену есть? Ну, все-таки есть экономический фактор. И действительно, он присутствует. Эти выплаты, которые положены в таком случае семьям, задерживаются, не выплачиваются, затягиваются. Ну, и внутренний политический фактор. На самом деле, кремлевский диктатор боится. Боится своего народа в том числе. Поэтому правду максимально скрывают. Несмотря на то, что население Российской Федерации максимально зазомбировано пропагандой, но тем не менее на постсознательном уровне понимает, что где-то может прорвать. Поэтому и все до поездки на фронт, а на самом деле не на фронт, а в Ростов-на-Дону. Поэтому и какие-то частые появления на публике. Ну и отсюда, конечно, ложь собственному населению о настоящих потерях оккупантов, которые они несут в Украине. Вы ранее говорили о том, что во время обмена российское военное руководство делит своих пленных на сорта и особо не хочет менять мобилизованных из временно оккупированных территорий Украины. Почему? Сам факт тотальной мобилизации на территории Ордло, допустим, в первую очередь, то есть так называемых ЛНР-ДНР, а там она прошла активно еще задолго до частичной мобилизации на территории самой Российской Федерации. Так вот сам факт этой мобилизации, это политика геноцида против украинского народа. Потому что там многие из тех, кто живут, это украинцы. Если, ну, по происхождению точно, даже если в последнее время пропаганда кому-то из них и затуманила разум. И задача, в общем-то, депопуляция и нашей территории, уничтожение того же населения, которое потом может прийти в себя и вспомнить о своих правах и, в общем-то, требовать расплаты за преступления путинского режима. Поэтому ценность человеческой жизни для Путина всегда была очень минимальна. Особенно, когда речь идет о захваченных территориях и людях, которые на них проживают. И я думаю, что многие жители территории Урдло уже это поняли. И сегодня сделают все возможное, даже находясь на территории временно оккупированной, чтобы помочь украинским силам обороны вернуться и освободить эту территорию. И сегодня многие жители уже так поступают. Андрей, вы вспоминали про государственный проект украинский «Хочу жить», который дает возможность захватчикам сдаваться в плен. И ранее вы говорили, что им воспользовалось более миллиона человек. И это просто, мне кажется, колоссальная цифра. Кто это? Это родственники? Это сами военные? Как думать, почему эти ресурсы пользуются таким успехом? Более миллиона двухсот тысяч людей за вот эти несколько месяцев функционирования проекта. Это те, кто воспользовались интернет-ресурсами и зашли. Мы о статистике сайта говорим. Но очень показательно, что более 70% заходов это не Украина, это не Америка, не Япония и не Англия. Это собственно Российская Федерация. И в основном это даже, несмотря на блокировки, заходят на главный сайт, на «Зеркала» и изучают информацию для себя, для своих родственников. То есть понимая, что пригодится. Поэтому очень хорошо, что на территории так называемой Российской Федерации проект «Хочу жить» пользуется популярностью. Он на самом деле помогает сохранить жизнь и здоровье. Ну а также и достоинство избежать соучастия в военных преступлениях, которые совершает оккупационная армия на территории Украины. Украина – государство, которое реализует и гарантирует исполнение Женевских конвенций. У нас обеспечен доступ и Красного Креста, и представителей ООН во все места содержания российских военнопленных. И условия там известные и публичные. Поэтому это та гарантия сохранить жизнь и перспективу для себя, для своей семьи. Уважаемые, те, кого еще можно назвать уважаемыми людьми, которые думают о будущем, не становитесь оккупантами и орудием убийства в руках Путина. Украина в рамках Женевской конвенции вас примет и защитит ваши права. Вы знаете, если не ошибаюсь, мы буквально в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину задавали вам этот вопрос, и тогда вы на него ответили отрицательно. Сейчас прошло уже более 10 месяцев, и хотелось бы узнать, может быть, что-то изменилось за это время. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы матери или жене российского солдата приехать в Украину, нужно проделать огромный путь, потому что с территории Российской Федерации, Республики Беларусь, заехать на территорию Украины невозможно. И, очевидно, это стоит денег. Но, тем не менее, за эти 10 месяцев войны были случаи, когда матери российских солдат или их жены, сестры, братья, да кто угодно приезжали для того, чтобы установить судьбу своего родственника или попытаться вытащить его из плена. Да, особенно на первом этапе полномасштабного вторжения расистов Украина объявляла публично «приезжайте, забирайте». Были случаи, они были единичны, мы не делали их публичными, именно потому что речь идет о людях, которые в таком случае должны вернуться и самостоятельно рассказывать свои истории. Но массового не было. То есть зомби-пропаганда действует и играет свою роль. Массового не было. И тут, к сожалению, мы можем констатировать, что очень часто телевизор заменяет способность критического мышления. Тем не менее, процесс обмена идет, возвращение идет и украинские военнослужащие, которые оказались в расистском плену, возвращаются домой. Ну и, соответственно, российские военнопленные возвращаются в Россию и рассказывают, и как с ними тут себя вели. Но не на камеру, потому что на пропагандистам они, конечно, будут врать под заказ и по команде, а своим родственникам дома. И знают о том, что они здесь творили, о том, кем они здесь были. Я думаю, что критическая масса рано или поздно сработает. Ну, безусловно, сработает. И 100 тысяч, уже более 100 тысяч убитых оккупантов, и те, которые находятся в плену, и раненые. Ну, это все то, что будет с каждым днем все больше пугать Путина с точки зрения поведения своего собственного народа. Скажите, вот вы раньше рассказывали о том, что целое подразделение Российской Федерации, армии Российской Федерации сдаются в плен. А как это происходит? Вы можете привести пример? Это кто-то там белый флаг подымает, или кто-то связывается, что вот мы целым подразделением готовы сдаться. Вы можете рассказать какую-то историю без имен и географии, но хотя бы как на примере это происходит? Наиболее часто мы говорим о захвате в плен, когда подразделение оказывается безвыходной ситуацией, и командир принимает правильное решение сохранить жизнь бойцам. Но есть примеры, когда выходят предварительно на связь и в рамках проекта «Хочу жить» и договариваются о сдаче подразделения. Это не крупные подразделения, но тем не менее это те люди, которые для себя приняли решение, что они чужие на этой войне, не хотят становиться убийцами. И да, такие примеры в том числе успешные и реализованные есть. Хотя мы понимаем, что это очень сложный процесс. В первую очередь с точки зрения тех правил и тех заградотрядов, которые действуют в оккупационной армии. Андрей, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Это был Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мы с ним говорили о том, насколько часто российские солдаты пытаются сдаться в плен в украинский или пытаются покалечиться, чтобы не попасть на фронт.